Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканал ЛАБА «Православное Слово». Сегодня наша телепередача будет посвящена Великому посту Христианской Церкви. Когда человек отправляется в путь, в путешествие, то каждый, наверное, ставит перед собой цель своего путешествия. Точно так же и пост — это духовное путешествие, цель которого является праздник праздников, светлое Христово воскресенье, Пасха. Новое духовное откровение, которое Господь дал каждому человеку. Откровение того, что зло не всесильно в этом мире, что добро является выше зла. Любовь побеждает зло, ненависть. И цель христианского поста является то, чтобы человеку достигнуть духовной радости, светлой Пасхи Христовой. Ошибочно многими воспринимается пост как система формальных правил, правил прежде всего отрицательных, направленных на употребление еды, питья. Но многие забывают, что истинная цель поста заключается в том, чтобы смягчить сердце человека, чтобы сделать сердце человека восприимчивой к духовным реальностям, восприимчивой к молитве, к жажде Бога. И поэтому самая и главная цель поста является в том, чтобы человек понял, ощутил, ощутил то, что Бог есть любовь, что Господь находится вместе, рядом с человеком. И естественно, что эту связь надо постоянно каждому человеку, который проходит поприще Великого Поста, помнить. Также хотел отметить, что на второй неделе Великого Поста Православная Церковь воспоминает святого Григория Паламу, жившего в XIV веке. Святой Григорий Палама был выразителем особого христианского учения о нетварном фаворском свете, о том свете, которым просиял Господь наш Иисус Христос на горе Фавор. И Церковь, воспоминая этого святого, дает нам четкое указание, что каждый христианин, человек верующий в Бога, является тоже тем, что он может воспринять эту благодать Божию, этот нетварный небесный свет, эти дары Святого Духа, которые Господь дает каждому человеку. И во вторую неделю Великого Поста Церковь предполагает, располагает человека к молитве и к доброделанию, чтобы как бы достичь, приблизиться к этой благодати Святого Духа. И в завершение нашей телепередачи я бы хотел сказать такое слово, обращаясь к каждому нашему телезрителю, что, прежде всего, дорогие мои, мы должны помнить, что христианский пост состоит не в отказе от пищи, в отказе от какого-то употребления пищи животного происхождения или питья. Христианский пост, прежде всего, заключается в том, чтобы человек духовно, внутренне изменился, чтобы те греховные наклонности, привычки, страсти, привычки к определенным грехам искоренить, убрать из своего сердца и ощутить, приблизиться к Богу. На этом наша телепередача окончена. Всем желаю помощи Божией в нелегком пути христианского поста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова